Думали ли вы когда-нибудь, что находится в сумке... Где моя сумка? Где моя сумка? Все, давайте начинать нормально. Думали ли вы когда-нибудь, что находится в сумке писателя? Сегодня вы узнаете. Итак, я надеюсь, что моя любимая чучела лосося не помялась. Шучу, на самом деле там все очень скучно. Хотя, знаете, хотелось бы показать что-нибудь такое, типа... О, у меня средневековый манускрипт или плюшевая панда. Но все на самом деле очень скучно. Итак, сейчас вы все увидите. Во-первых, есть сумка. Она черная, большая и удобная. То есть ничего совершенно примечательного. Итак, первое, что бросается мне в глаза, это самое главное. Это телефон. Сейчас будет много рекламы. Много рекламы. Все, в общем, есть телефон. Телефон – это самая важная часть сумки. То есть иногда я могу не взять сумку, но взять телефон. У него экран грязный. Сейчас, извините. Телефон. Телефон приличного человека. Чистенький. И к телефону самое важное, запутавшееся во всем дополнение – наушники. Потому что куда бы я ни шла, я бесконечно-бесконечно слушаю музыку. У меня есть отличный ученик, которого я учу английскому. Мальчик 16 лет. И вот он однажды мне рассказал, что он постоянно слушает музыку. Он все время в плеере. Я говорю, слушай, а я тоже все время в плеере. Я как раз недавно размышляла. Это вообще нормально все время слушать музыку? И он сказал, нормально. И я сразу успокоилась. С нами все в порядке. Мы просто все время. Поэтому, если вы вдруг увидите меня в метро, вы, пожалуйста, подайте мне физический сигнал. Потому что аудиальный может и… Не аудиальный сигнал. Что я говорю? Ладно, хорошо. Аудиосигнал может и не пройти. Итак, следующее, что должно быть в сумке у каждого человека – это паспорт. Мой паспорт мятый. И я просто только сейчас вот обратила внимание, какая уже облезлая обложка. Но у меня зато обложка с Дональдом Даком. Она такая прекрасная, что я никак не могу сообразить ее поменять. Поэтому вот она будет просто лежать и закрывать грязный экран моего телефона. Типа, все хорошо. Итак, значит, следующий. Это газета «Метро». Еще немного рекламы. Я очень ее люблю и всегда беру, когда ее отдают в метро. А сейчас утро, поэтому я уже прочла всю. Очень-очень интересно. С большим интересом. Действительно, отличная газета. Я очень люблю ее читать. И слово «Метро». Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как выглядит проездной на московское метро, он выглядит так. В Новый год на нем рисуют снеговичка, собачку и какое-то совершенно непонятное существо. Вот реально вообще непонятно, кто это. И елку. Новогодний проездной московского метро. Следующий пункт. Дальше уже я хочу сказать, что можно просто переходить. Это практически бьюти-блог будет. Это будет худший бьюти-блог в истории, потому что у меня с этим очень-очень нехорошо и немногочислено. Значит, и у меня есть... Сейчас я как настоящий бьюти-блогер буду рассказывать. Итак, это румяна от Dior. Они такие нежные, кремовые. Замечательная текстура. Обязательно воспользуйтесь. Знаете, кстати, о нежных кремовых текстурах. Чего в моей сумке нет, так это туши. И я вам сейчас расскажу, почему. И даже мои глаза, посмотрите, это мои естественные глаза. Я реально превращаюсь в бьюти-блогер. Мои естественные глаза, как они есть. Почему на мне нет туши, и в сумке нет туши, и нигде нет туши? Потому что последняя тушь, которую я купила, прошлое засохло, я купила новую. Она опозорила меня, опозорила меня перед начальством в прошлую пятницу. Мы встречались с моим замечательным, новым, непосредственным начальником из Росмена, милейшей, милейшей, милейшей девушкой. И встречались мы в кафе. И был снег, было холодно. И я так красиво накрасила глаза, выходя из дома. И вот мы встречаемся, разговариваем, я рассказываю про свою новую историю. А это, знаете, это как своего ребенка презентовать. Это очень-очень волнительно. И, в общем, все отлично проходит. Она такая милашка. Я думаю, что, ну, ладно, я вроде произвела хорошее впечатление. Выхожу и понимаю, что все это время я была, знаете, как панда. То есть вся эта прекрасная тушь, все это время была у меня под глазами. И все эти, ну, с серьезным лицом вещи я говорила, просто будучи как очковый медведь. Поэтому не повторите моих ошибок. Проверяйте, как у вас на глазах лежит тушь даже. Да, я просто худший бьюти-блогер, когда вы ходите из дома. Переходим к следующему пункту. Палетка. Палетка Мастер Камо от Maybelline. Можем ли мы говорить название бренда? Да неважно. В общем, короче, вот та тушь, которой я пользовалась и которая обозорена, она называлась Falsies Angels от Maybelline. Они нам не платят, не покупайте ее. А вот это очень классная штука. Тут есть хайлайтер, средство для маскировки черных кругов под глазами, которое очень важно сейчас рано утром. И, в общем, отличная вещь. Дальше у меня есть помада оттенок 960, красный закат. Вы можете видеть ее на муке. Она очень матовая, красиво лежит. Сделай спочек на руке. Сделай спочек на руке. А-а-а. Итак, смотрите, вы можете сравнить мои губы и мою руку. Они одинаковые. Таким образом, и сейчас все увидели, какая она тут уже вся... Ой, слушайте, я вообще все руки себе измазала. Помадаю. Так, газета «Метро» очень пригодилась. Итак, следующий пункт – это пудра. Тоже мебельная, кстати. Мебельная вообще, должны бы мне заплатить за рекламу, но они ничего не предлагали. Это тоже отличная, отличная пудра. Мне она очень понравилась. Она просто маскирует блеск лица. Следующая, знаете, с косметикой, по-моему, все. По-моему, все. А, нет. Смотрите-ка, расческа. Я не знаю, кому, так сказать, кредит за эту расческу, но она вкусно пахнет можжевельником. Я ее, кстати, купила в каком-то путешествии. Говоря о рубрике «Соболь Тур», я купила ее в путешествии, мне кажется, в Ярославле. Отличная расческа. Обязательно, кстати, привезу что-нибудь подобное из путешествия. Итак, следующее. Слушайте, я не знала, что этого там столько. Простите, это консилер. Этот консилер полностью меня удовлетворяет. Он очень-очень мне нравится. Отлично замазывает круги под глазами. Он корейский. Оттенок очень мне подходит. Вот вы можете видеть, что я сейчас в нем. Простите, но следующее. Эта рубрика, она, мне кажется, должна быть как-то поумнее, но не в моем случае. Просто простая бесцветная помада для губ. Очень нужная вещь зимой в Москве. Знаете ли вы, что это? Это контейнеры. Контейнеры с раствором для линз. Ношу их с собой, потому что обычно в самый неподходящий момент, особенно зимой, ворсинки от шарфа залезают вам в глаза. И если у вас в глазах нет линз, то все в порядке. Ворсинки потом вылезают обратно естественным способом. Но если на вас линзы, то это очень-очень неудобно. Я помню, как однажды мы с моей подругой стояли в очереди в музей, и у меня не было с собой контейнеров. Это было зимой, и внезапно мне в глаз залезла какая-то ворсинка от шарфа или от свитера. И я до сих пор помню, как мы стоим в очереди, у меня грязные руки. Я ей говорю, пожалуйста, пожалуйста, подержи мне зеркало. Я должна промыть прямо грязными руками, посмотреть, что у меня на линзе, что-то прилипло. Может быть, ее полизать, чтобы не повторять. Не повторяйте дома этот опыт, чтобы слезла эта ворсинка. Вся очередь была в восторге, просто мы 15 минут провели, пытаясь отодрать солинку от моей линзы. С тех пор это всегда со мной, как раз на такой случай. Так, что тут у нас еще есть? Банковская карта. Простите, я не покажу вам ее номер, но она есть. Я всегда предпочитаю расплачиваться не наличными, а карточкой. Мы уже в 21 веке, поэтому я делаю именно так. Так, я уже докопалась до подкладки. И тем временем, о, я нашла, знаете, я нашла вещь, которую я использую иногда очень много, а иногда практически вообще забываю, что она у меня в сумке. Это ручка, посмотрите. Биг, очень удобная. Прекрасный синий цвет. Замечательная, замечательная ручка. Всем рекомендую приобрести такую же за 30 рублей в ближайшем канцелярском магазине. И, чтобы писать этой ручкой не только в газете метро, у меня есть блокнот. Блокнот, он немножечко попал под воду. Я вот его только начала. В нем я пишу заметки для истории. Это замечательный блокнот, потому что мне привезла его подруга. У него такой грязный задник, потому что я на него пролила, кажется, не только воду, а это что, кофе, чай? В общем, нет, я покажу вам только вперед. Это замечательный блокнот, который привезла мне моя подруга из Англии, из музея Шекспира. И я обожаю Шекспира. И вот здесь цитата из «Сна в летнюю ночь». «О, как безумен род людской». Эту фразу говорит эльф. Я не знаю, зачем я это говорю. В общем, это прекрасный блокнот. Вот, обратите внимание. Замечательная вещь. Что еще у нас есть? А, вы знаете, по-моему, вот последняя книжка, которую я сейчас читаю. Это книжка под названием «Русская литературная усадьба». Я нашла ее в библиотеке, и я просто зачитываюсь ей уже практически закончила. Вот, кстати, закладка. Отличная закладка. Смотрите. Уже практически закончила, и я просто от нее в восторге. Эта книга о том, как писатели наши, все Пушкин, Набоков, Северянин, писали в своих усадьбах, и какие приключения у них там были. Они оказались вообще уморительно смешными ребятами. Одно дело, когда человек пишет серьезную работу, а другое дело, когда он пытается поднять на ноги свою усадьбу, или пригласить гостей, или устроить шикарный стол. И вот, кстати, я прочла в этой книжке про усадьбу Игоря Северянина, в которой я была, и она находится в районе Череповца. И если вы живете в Череповце, то я тоже когда-нибудь обязательно к вам приеду. Пожалуйста, пишите в комментариях, есть ли тут кто-нибудь из Череповца, и я просто приеду к вам даже не в рамках Соболь-тура, а я все равно езжу туда к родственникам, потому что там родственники моей мамы. У вас есть усадьба Игоря Северянина, может быть, вы не знали, но она там, и она отличная. Вся эта красота находится у меня в сумке, и спасибо за внимание. Мне половину вещей здесь хочется закрыть, так чтобы тут не было видно грязный экран, тут не было видно мои запутавшиеся наушники, это вообще куда-нибудь спрятано. Ну, в общем, в целом, все очень-очень мне помогает в повседневной жизни. Вот, вы ждали чучело лосося, а здесь всего лишь это. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok